СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. ПЕРИОД ДО ПРОРОЧЕСТВА Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, родился в Мекке утром в понедельник в девятый день месяца Раббель Авваль в год слона. Этот год назывался Годом слона в связи с историей про слона. Все это произошло за 50 или 55 дней до рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В конце февраля царь Йемена Абрахас-Сабах повел на Каабу 60-тысячную армию и 13 слонов с целью разрушения Мекканского храма. Когда он дошел до Вади Мухассар, которая находится между Муздалифой и Миной, Аллах наслал на них стаи птиц, которые закидали их кусками обожженной глины, превратив их в подобие изъединенной насекомыми соломы. И на 40-м году правления Хасроя Ануширвана, что соответствует 22 апреля 571 года. Полное имя – Мухаммад бин Абдуллах бин Абдул-Муталиб бин Хашим, из племени Курайшитов, из потомков пророка Исмаила, алейхиссалям, сына пророка Ибрахима, алейхиссалям. Мухаммадом назвал дед Абдул-Муталиб, смысл – хваленый. Отца посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, звали Абдуллах. До рождения своего сына он поехал по торговым делам в Шам, присоединившись к торговому каравану Курайшитов. А когда добрался до Медины, умер и был похоронен. Мать – Амина бин Уахаб, дочь мудреца племени Банус-Зухра. Няня и младенца Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, была Умму Айман, да будет доволен ей Аллах, освобожденная рабыня его отца. После родной матери первой женщины, которая кормила его своим молоком, стала вольноотпущенница Абдул-Ляхаба по имени Сувейба. Среди оседлых арабов было принято подбирать для своих детей кормилец из бедуинов, с целью укрепления их здоровья на чистом воздухе и для того, чтобы они с детства учились чистому арабскому языку. Кормление и воспитание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, берет на себя халима из племени Сахт. Когда маленькому Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось два года, халима повезла его к матери в Мекку, желая, чтобы он и дальше оставался с ними, так как они видели, что он принес с собой благо. Они поговорили с его матерью, и она снова отпустила его с ними. Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось четыре года или пять лет, произошло событие, связанное с рассечением его груди. Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, играл с другими детьми, к нему явился Джибраиль, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусто крови и сказал, «Это удел шайтана в тебе», а потом омыл его водой замзама в золотом тазу, после чего соединил края сердца и вернул его на прежнее место. Дети сразу же сообщили Халиме. После этого происшествия она так испугалась за ребенка, что вернула его обратно матери. Когда Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось шесть лет, мать Амина, возвращаясь с Медины, сильно заболела и умерла в Аль-Абвя. После этого воспитание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, перейдет к дедушке Абдал-Муталибу. Он относился к ребенку с большей нежностью, чем к любому из своих собственных детей. Однако, когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось восемь лет, два месяца и десять дней, его дед Абдал-Муталиб умер. Перед смертью он поручил заботы о своем внуке, его дяде и брату его отца Абу-Талибу. Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось двенадцать лет, Абу-Талиб отправился с ним в Шам по торговым делам. И они добрались до Бусры, находившегося на территории Шама, где жил монах по прозвищу Бахира. Бахира. Когда караван остановился там, этот монах вышел к ним и оказал гостеприимство, хотя до этого он никогда не встречал меканские караваны. Он распознал посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по его приметам. И взяв его за руку, сказал, «Это господин обитателя миров, и его Аллах пошлет к людям, как милость для миров». Абу-Талиб спросил, «Откуда ты это знаешь?» Он ответил, «Поистине, когда вы приблизились со стороны Акабы, не осталось ни одного камня или дерева, которые не склонились бы до земли. А они не склоняются ни перед кем, кроме пророков. И поистине, я узнаю его по печати пророчества величиной с яблока, которое находится ниже плеча, о чем нам известно из наших книг. После этого он попросил Абу-Талиба отправить мальчика назад, так как опасался, что иудеи и римляне могут причинить ему зло. И тогда дядя отправил его обратно в Мекку. Трудовая жизнь. В ранней юности посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пас овец сначала в племени Банусад, а потом у жителя Мекки. Подрастая, начал заниматься торговлей. Женитьба В возрасте 25 лет он женился на достойнейшей женщине по своему происхождению, богатству и уму, 40-летней Хадиджи бин Хуэлит, да будет доволен ее Аллах. В качестве брачного дара он отдал ей 20 молодых верблюдов. Этот брак осуществился по инициативе Хадиджи, которая заметила о приятных качествах, высоких достоинствах, здравомыслии, правдивости и честности пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Дети Исключением является Фатима, да будет доволен ее Аллах, которая скончалась через 6 месяцев после его смерти. Перестройка Каабы Когда посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было 35 лет, в Мекке случилось сильное наводнение. В результате чего Кааба едва не разрушилась, и курайшиты решили перестроить храм. Они договорились о том, что для перестройки храма будут использоваться только чистые деньги. Когда дело дошло до установки черного камня на прежнее место, люди разошлись во мнениях о том, кому следовало поручить выполнение этой почетной обязанности. В конце приходят к решению, что первый, кто войдет в ворота храма, решит, как поступить. И все согласились с этим. Когда они увидели его, то закричали, это Аль-Амин, и мы довольны этим, это Мухаммад. Краткий обзор жизни пророка. Да благословит его Аллах и приветствует, до начала пророчества. В молодости пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приобрел наилучшие качества, присущие людям, которые относились к различным классам общества. Он являл собой высокий образец здравомыслия и рассудительности и отличался большой сообразительностью, оригинальностью мышления и способностью правильно выбирать цели и методы их достижения. Он испытывал отвращение к суевериям, удалялся от них и жил так, что люди знали все о нем, а он знал все о них. Он принимал участие во всем хорошем, с чем сталкивался, в противном же случае возвращался к своему привычному уединению. Он не пил вина, не ел мясо животных, которых приносили в жертвы идолам, и не принимал участия в празднествах и торжествах, посвященном всевозможным божествам. Напротив, с самой ранней юности он испытывал такое отвращение к этим божествам, что не было для него ничего ненавистнее их, и он не мог слышать, когда кто-нибудь клялся «Аль-Лат» и «Аль-Узэй». Идол – бог, сделанный из дерева или камня. Аль-Лат, Аль-Узэ – имена богов, которым поклонялись арабы до ислама. Он, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не пил вино и сторонился от развлекательных мест, которые посещали молодые мекканцы. Не выносил, когда кто-то клялся именами Аль-Лат, Аль-Узэ. Таким образом, пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, был полностью готов принимать вахи, который не спасал Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok